В Свердловской области спасатели начали взрывать лед на водоемах. Эти меры необходимы, чтобы избежать затопления населенных пунктов во время весеннего паводка. На реке Сосьва, чтобы ослабить лед, заложили 60 килограммов взрывчатки. Подрывные работы проводятся рядом с мостами. Сотрудники МЧС сначала бурят на водоемах скважины. Это поможет раздробить крупные льдины и предотвратить заторы во время прохождения талых вод. По данным спасателей, с учетом ранней весны под воду могут уйти 11 населенных пунктов в 8 муниципалитетах. Там уже формируются пункты временного размещения для жителей. Сформирована группировка сил и средств. Это практически 12 тысяч человек. Это не только сотрудники МЧС, это представители всех организаций, министерств, ведомств. Потому что все задействованы в случае возникновения каких-то ситуаций в период паводка, либо их предупреждения. Также 2000 техники подготовлено на этот период и более сотни плавсредств. Подрывы льда на Среднем Урале должны завершиться до конца марта. Прихода большой воды специалисты ожидают в середине апреля. В Первоуральском районе лед взрывать не планируют, но спасатели уже рекомендуют не выходить на него. В некоторых местах он тонкий. В нашем городском округе от паводка могут пострадать жители улицы Чернышевского на Диносе, а также нескольких районов в Белимбае, Бетимке, Новоуткинске, Прогрессе. Чтобы избежать подтопления домов, проверяют все 19 гидротехнических сооружений. В каждом отслеживают уровень воды.